По-моему, ничем не уступает Дубай Марине. Обязательно имейте Вичат. Я понятия не имею, куда я приехал. Не жили три года. Азик просто. Офигеть, тут реально есть пляж. Нужно поверить, что вот это находится в Китае. Ну что же, все вещи собраны. Это значит только одно. Пришло время прощаться с Таиландом и готовить себя морально к переезду в Китай. Конечно же, я буду скучать по этой квартире, по Таиланду, по тем людям, с которыми я здесь познакомился. Даже предложили работу, в конце концов. И, блин, от нее было сложно отказаться. Что же касается этой квартиры. Насколько вы знаете, насколько вы помните, если вдруг помните, я снимал ее на год. И очевидно, что год еще не прошел. А это значит, что я что, буду терять депозит? Конечно же, нет. Я уже нашел человека, который будет здесь жить вместо меня. И он будет жить здесь до декабря. А в декабре ему уже вернут депозит, который он скинет мне. Так что у меня уже все схвачено. Поэтому я могу уже спокойной душой собрать свой чемодан, который уже практически собран, и отправиться в Китай. Так, на паспортном контроле меня попросили заполнить какую-то декларацию. И чтобы ее сделать, нужно обязательно иметь WeChat. Поэтому, чуваки, если кто-то будет в ближайшее время влетать в Китай, я не уверен, из Таиланда или из любой другой страны, то обязательно имейте WeChat на паспортном контроле. Потому что, скорее всего, вас тоже попросят заполнить вот эту декларацию. И нужно будет показать QR-код. Ну что, все проверки пройдены. Никаких проблем на этот раз не возникло. Единственное, что я заметил, вокруг очень много китайцев. Скорее всего, это потому что я лечу в Китай. Я понятия не имею, куда я приехал. Сейчас примерно 6 часов утра. Такси из аэропорта получилось очень дорогое. Около 350 юаней, потому что здесь ехать полтора часа. И, ну вот, давайте я покажу вам, как вилет район. Это где-то час езды от Шинчжэня. И, честно говоря, у меня нет сейчас ни интернета, ни возможности с кем-либо связаться. Поэтому я только знаю, что мой номер квартиры здесь 304. Давайте его найдем. Не, ну квартира здесь что-то типа в гонконгском стиле. Вот эта та самая дверь, 304-я. Мне скинули от нее код. Сейчас мы его попробуем. Вот такая вот квартира. В ней не жили 3 года. Здесь все немножко в пыли. Немножечко все запущено. Но выглядит она, кстати, довольно неплохо. Я бы даже сказал, шикарно. Как минимум здесь есть 3 комнаты. Сейчас покажу вид с балкона, который, ну, кстати, нормальный. Что здесь, конечно, происходит на нижней полке, это заслуживает отдельного разговора. Вид там внутренний двор, кстати, открывается он очень плохо. Там, видимо, нужно подсмазать немножко. Красота полная. Для того, что здесь очень много деревьев. В целом внутренний дворик очень зеленый. Здесь дышится намного лучше, чем вот в аэропорте или по дороге до этого места. Там, где все эти производства были. Воздух в разы чище. И это прям ощущается. В общем, ладно. Сейчас уже половина седьмого. И все. За все это время я ни разу не поспал. Я попробую сейчас приземлиться вот на этой кровати. Она супер пыльная. Поэтому я просто не буду раздеваться. Ну что, проснулись, улыбнулись? О, боже мой. Сейчас, погодите. Здесь слишком ярко. Шикарное китайское утро. Хотя уже 2 часа дня. На сегодня у меня в планах 3 вещи. 3 очень важных вещи. Во-первых, нужно каким-то образом раздобыть себе сим-карту. Чтобы я наконец-таки мог подключиться к интернету. И хотя бы написать маме, что со мной все в порядке. Что такси, в котором я ехал, меня никто не изнасиловал. Пункт номер 2. Я очень голодный. Поэтому неплохо было бы найти какую-нибудь простейшую еду. Из-за того, что вчера я очень много денег потратил на такси. Сегодня не удастся шикануть. Поэтому, наверное, я просто поем что-нибудь из супермаркета. И пункт номер 3. По карте, пока я ехал сюда на такси, я увидел, что это место, вот этот комплекс, или что это вообще такое, находится прямо недалеко от моря. Поэтому сейчас я разберусь с первыми двумя пунктами. И пункт номер 3. Сходить на пляж. И просто, ну, осмотреться, что здесь есть в округе. Офигеть, я только вышел из вот этого комплекса. Вот эти вот ворота. Кстати, я не знаю, как я попаду обратно. Потому что мое лицо там не зарегистрировано. И просто посмотрите, здесь какое-то что-то вроде центральной площади. И здесь очень много людей. Вот этих гольфкаров. И такая, знаете, атмосфера какого-то летнего курорта. Короче, самое главное мне сейчас это не отвлекаться и все-таки найти интернет. Так, я нашел в списке доступных подключений к Wi-Fi какой-то Джорджуа с кафе-эн-бар. Поэтому, я так думаю, можно попробовать найти это место в округе и, собственно, сесть сюда, чтобы подключиться к Wi-Fi. И, наконец-таки, разобраться, где здесь можно поесть, где можно купить им карту. А, вот, кстати, вот же он. Ну все, сейчас... А, он вроде тоже закрыт. По-моему, он закрыт. Какой-то? Я в Канкан. О, здесь, здесь. Я в Канкан. Син-кан. Потому что здесь нет симптомов, поэтому здесь не останавливается. Я в Канкан, чтобы не останавливаться. В супермаркете они не смогли мне помочь с картой, но прямо примерно в 10 шагах ходьбы оттуда я нашел центр China Mobile 5G. И вот по тому, что здесь написано 5G, я так понимаю, что они продают немножко интернета. В общем-то, там мне тоже не смогли помочь. Сказали, что нужно пойти в какой-то Walmart или еще куда-то и дали вот это. Что это вообще такое? Да, моих знаний китайского, конечно, не очень хватает. Думаю, ладно, пока что отложу покупку сим-карты и пойду, наконец-таки, перекушу. Китайском я знаю, как сказать, только пельмени и лапша с говядиной. Вот. И, собственно, я пришел в какое-то заведение и сказал, лапша с говядиной. И они принесли тазик просто лапши с говядиной. Не знаю, может, потому что я не ел уже часов 12 с момента, как вылетел в Бангкоп. Или они добавляют что-то нереально вкусное в эту лапшу. Она, ну, прям заходит отлично. Я съел практически всю порцию и, блин, у меня вообще вилет. В это сложно поверить, но я реально уничтожил этот таз с лапшой и говядиной. Поэтому я чувствую себя очень насытившимся и готовым к поиску сим-карты. Так, момент истины. Сколько же стоила эта миска с лапшой? 28 юаней. 280 рублей. Ну, короче, 300 рублей. В принципе, нормально. Потому что, мне кажется, вот этой миски лисы хватит. Ой, миски лапши хватит на весь день. И она мне заменит и завтрак, и обед, и ужин. Так что это вполне хорошее вложение денег. Знаете, район, кстати, очень красивый. Здесь прям рядом море. Вот так вот оно выглядит. Я, правда, не знаю, как здесь добраться до пляжа. И, в общем, можно ли до него добраться, если он вообще где-то здесь в округе. Но тот факт, что он находится у моря, делает его уже невероятно крутым. Короче, я прошел уже весь район, и уже начал был отчаиваться, когда снова увидел China Mobile 5G, вывеску. Зашел туда и сказал, здравствуйте, меня зовут Лев, мне нужна сим-карта. И они мне ее сделали. Все, теперь у меня есть китайский интернет. Теперь я полноценный член этого общества. И, в принципе, все, что я на сегодня планировал, я сделал. Я поел, купил сим-карту и увидел море. Заплатил я 200 юаней, но это как бы 200 юаней депозитные. То есть каждый месяц меня будут снимать примерно по 60 юаней. Вот из тех 200, которые я уже заплатил за открытие карты. Вообще, вот эта квартира, которую я снимаю, это квартира знакомого моего знакомого, который сказал, что, ну, раз уж я еду в Китай, то могу остановиться у него. Кстати, просто посмотрите на эти машины. Короче, здесь в Китае куча непонятных брендов автомобилей. Вот что вот это за марка вообще? Джек, ну, Джек я еще слышал. Ну, окей, это Toyota. Вот это что? Чанган. Ты не узнаешь, что Чанган? А, это же москвич, е-мое. Это же москвич. Такие сейчас по Ярославле везде ездят. Ну, это, я так понимаю, Tesla, только на китайский манер. Хавал я тоже где-то видел в России, но он не так популярен, конечно, в остальном мире, как здесь в Китае. Ну, в Китае очень много машин вот этой вот марки. Боже, а это что? Местный Cadillac? Нет, вот такого я вообще ни разу не видел. Типа обычный веннинговый автомат, какие есть везде в мире, но здесь, в Китае, в вендинговых автоматах продают пиво. Есть Budweiser и Циндао. Причем, что это не одинаково. Хотя Циндао как бы производится здесь, в Китае, а Budweiser наверняка тоже производится в Китае. Я не знаю, что сейчас в нашем мире не производится в Китае. Это не передать через камеру, но здесь на каждом углу такой, знаете, очень плотный запах специй. Вот это прям настоящий запах Китая, какие-то специи. Я не знаю, не могу определить, что это. Пахнет, как кориандр или корица, вот что-то в этом роде. Но это реально на каждом углу вот этот вот запах. Только что понял, что мне нужно сделать еще один шаг для того, чтобы спокойно жить в Китае. Короче, когда ты сюда приезжаешь, первый раз необходимо зарегистрироваться в местном полицейском участке, то есть оформить такую временную прописку. И это обязательно для всех иностранцев. То есть если вы приезжаете в Китай и живете здесь не в отеле, а там вот как я снимаете квартиру, или остановились у друзей, вам нужно обязательно сходить в местный орган полиции или местной охраны и зарегистрироваться, чтобы они знали, что у них на районе теперь живет вот такой вот красивый иностранец. Ну, может, и не очень красивый, как вам повезло. В общем, регистрация откладывается на завтра, потому что для начала нужно получить штамп владельца этой квартиры. И я уже сейчас был в центре, который занимается управлением и обслуживанием всех этих квартир. И они сказали, что завтра должны получить этот самый штамп владельца, поэтому я должен буду завтра прийти туда, забрать сертификат о том, что я проживаю в квартире. И вот с этим вот сертификатом и штампом я должен буду пойти в полицейский участок, который тоже хрен знает где находится. И да, пока что все очень сложно, пока что все очень сложно, но я решил отложить все вот эти вот дела с бумагами и, наконец-таки, направился в сторону пляжа. Район этот называется Силвер Бич, то есть серебряный пляж. И, блин, быть здесь и не сходить на пляж, ну, это, знаете, как-то неправильно, по моему мнению. Поэтому сейчас я иду на пляж. Знаешь, что здесь вокруг, ну, чисто курортная инфраструктура, то есть, ну, какие-то там пешеходные пространства, большое количество кафешек и такая, типа, набережная. Хотя я не знаю, это очень странный выглядит вот этот залив, потому что там вообще такие квартиры, чисто спальные районы, что-то вроде Чертаново. Там вот горы и здесь такой вроде как залив. Знаешь, это очень странно выглядит, очень, знаете, по-китайски. Блин, я просто в шоке. Посмотрите, вот, казалось бы, обычный спальный район, но сколько же вокруг зелени, вот сколько, сколько же много деревьев и всяких кустарников они здесь высадили, просто чтобы люди, которые жили здесь, не умирали от бесконечных выхлопов машины. Я, кстати, еще слышал, что здесь, в Китае, большое количество транспорта, то есть, и вот эти вот байки, и все машины, они, типа, на электромоторах, поэтому здесь довольно тихо, как вы можете слышать. Ну, то есть, вокруг ездят машины, но никаких звуков они не издают. И, что самое главное, нет выхлопов. То есть, здесь не воняет там дымом. Допустим, как было в Бангкоке, где из-за того, что огромное количество бензиновых двигателей, иногда очень, ну, было много смога, очень воняло. В прошлый раз, когда я был в Китае, я жил на севере, в Пекине, и в еще более северном городе, который называется Урумчи. И хочу сказать, что там, конечно, с зеленью было не так все круто, ее было не настолько много, и там даже был снег. Здесь, как я понял, температура не опускается ниже 25, круглый год, поэтому это одна из тех причин, почему здесь так много растительности. Офигеть, кто-то здесь даже свадьбу отмечает, смотрите. Блин, даже сложно поверить, что вот это находится в Китае. Офигеть, тут реально есть пляж. И да, вот видите, насколько он огромный. И вот он идет оттуда, и продолжается еще вон в ту сторону. Ну, не знаю, пока что мне все нравится. Здесь везде хороший белый песочек, за мной огромное количество растительности, люди играют свадьбу у меня на фоне. Не, ну, чуваки, по-моему, ничем не уступают Дубай Марине, при том, что это какой-то самый обычный пригород Шенчжения, который находится там в часе езды от него. Те же самые небоскребы, ну, яхты, конечно, не такие клевые, но выглядят примерно одинаково. Единственное, что очень странно, никто не купается. Я не вижу ни одного человека, который был бы в воде и который бы наслаждался этими прекрасными волнами. Возможно, это из-за того, что здесь вокруг Шенчжения очень много производств, и вот эта вот вода очень засрана, и люди это создают, и не идут туда купаться. А может быть, сегодня довольно холодно. Хотя, вот, я иду в водной футболке. Так, и у меня на камере закончилась память, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам нравятся такие видосы из Китая.